Мои, перед вами собранная воедино книга Джинов Альхазов. Но это не одна книга здесь собрана, здесь собрано множество книг, несколько, но по крайней мере четыре книги точно. Но сначала я расскажу предысторию. Значит, мне зрители написали и говорят, вы знаете, Инга, там выставили какой-то ролик, мол, помните, мне книгу Джинов подарили, Лола подарила там с печатями, да, Джинов и так далее. И говорит, выставили ролик, что это не настоящая книга Джинов, а вот теперь посмотрите, какая настоящая книга Джинов у потовственных ведьм. Это вот ей досталось от бабушки, это, по-моему, мадам Пахлава выставила. И вот, говорит, что они пишут. Ну, во-первых, для начала скажу, что книг Джинов очень много. Точно так же, как и книг Маги, есть древние, есть средневековые, есть современные заговоры и так далее. Говорить о том, что это не книга Джинов, а то книга Джинов – это идиотизм, потому что книг Джинов различных много. Книга Альхазур – это условное название. У меня была уже и есть книга Альхазур. Если помните, мне подарили. Но это перевод на русский язык, книга Джинов Альхазур. И подобных книг Альхазур несколько было в истории человечества. Некоторые растерялись, некоторые дошли по частям, некоторые дошли в пересказах и так далее. Так вот, это ещё одна книга Альхазур. Но более древние там знаки, более древние печати, древние заклинания и так далее. Но, значит, они мне показывают несколько фотографий оттуда, из этого видеоролика, и говорят... Вот посмотрите, они говорят, что это книга Джинов Альхазур. Нет, не Альхазур там не указано, это я поняла, что это Альхазур. Книга Джинов настоящая, вот досталась какой-то там потемат от бабушки её. Поэтому она настоящая ведьма и всем показывает. Ну, во-первых, скажу, что то, что достается от бабушки, не показывает никому. Это нереально. Чтобы настоящие ведьмы-колдуны показывали от бабушек, дедушек, оставленные именно книги. Они могут немножко переделать, подарить кому-то более безобидные работы. Но показывать всему миру они не станут. Показывают люди, которые на самом деле от этого вот просто... Ну, как бы к этому никакого отношения не имеют. И представление не имеют. Теперь смотрите, дорогие друзья. Значит, мне показывают несколько картин. И одна картина привлекла моё внимание очень сильно. Вот эта картина. Это из книги Сатаниэль. Книга Сатаниэль. И написана здесь не арабскими буквами. Здесь написана тайнопись. Называется тайнопись. То есть это магические знаки. Магические знаки из книги Сатаниэль. Я просто знаю. А теперь угадайте, кто здесь на этой картине нарисован. На этой картине изображён Антон Лавей. Дорогие мои, основатель церкви Сатаны. Антон Лавей. Ну, не прямой ученик, но, по крайней мере, продолжитель Алистера Кроули. Антон Лавей. Вот он. Я когда это посмотрела, я вам сейчас покажу. Я сейчас вам покажу. Вот он. Видите? Антон Лавей. Вот он. Он изображён здесь. В книге джинов. Ну, как может Антон Лавей, будучи сатанистом, скажем так, да, будучи вообще другой направленности религии и магии, быть изображён в древней книге джинов, которой досталось от бабушки какой-то патимат? Я говорю, ёкаламанет. Так это Антон Шандор Лавей. Да, это Лавей. Ну, как может Лавей знать какую-то женщину в горах и изобразиться в её книге? Тем более, что это не арабские буквы, это тайнопись магии. И это, скажем так, книга называется «Сатаниэль». Ой, блин, это мне звонит. Извиняюсь. Засветила. У меня прямой эфир. Давай чуть позже поговорим, ладно? Да, говори. Нет, нет, внимание. У меня сейчас прямой эфир. Хорошо? Давай, мы чуть позже поговорим. Хорошо? Давай, пока. I'm sorry. Засветила за одно и другого. Это ёлка, брат. Ну, ладно, это не важно. Так вот, дорогие мои, я говорю своим сердцем, зрителям, говорю, уважаемый, это Лавей, и он не может быть в книге джиннов. Это что-то другое. Значит, мои зрители, вот Антон Лавей, вот он. Узнали? Так вот, когда некоторые существа пытаются со мной воевать, они не понимают, что они все играют. По какой причине? Я вам объясню. По причине того, что уважаемые люди, черт, это мне духи специально захотели, чтобы вы все увидели, ладно. По причине того, что у них нет знаний и мозга, и они хотят со мной воевать. Это смешно. Это очень смешно, потому что если бы они хотя бы представление имели, кто такой Лавей, они бы в жизни не сказали, что это от бабушки по тема какой-то досталось чего-то. Здравствуйте, Нана. Я ваше предложение, конечно, принимаю насчет там грузинских заговоров, но если можно, напишите Яне, потому что до меня пока дойдет. Вы знаете, да, что это очень долгое время пройдет. Да, я знаю, я согласен с вами, красавица. Итак, мои зрители покопались на сайтах, чтобы искать эту книгу. Все-таки, чья это книга, откуда эта книга взялась. Покопались, значит, и нашли некий сайт, называется он закрытый сайт, для того, чтобы туда проникнуть. Конечно, я вам доверяю, Нана, тут даже вопросов быть не может. Значит, чтобы туда проникнуть, зарегистрировались, потому что чужих людей туда не пускают. Это сайт магии, это закрытый клуб, и там выставлены книги, древние заклинания, печати джинов, демонов, печати Сатаниеля и так далее, но в современных изображениях, то есть современные художники изобразили, понимаете, создали эти книги, современные художники, не может никакой Патимат достаться от бабушки, книга Сатаниеля вместе с джинами с изображением Антона Лавей, ну, никак не может. Это говорит о том, что человек просто врет, ну, как и все они вместе взятые, но спасибо ей большое за что? За то, что она, решив показаться такой крутой, дала идею моим зрителям. И эти ребята нашли этот сайт, скачали эти картины, которые просто нигде не найти, скачали и передали мне. Я попросила Яну, чтобы она создала некую книгу. Сейчас я вам покажу. Яна, конечно, творческий человек, она не может просто так чего-либо делать, она создала, то есть, красивую такую книгу, но очень сокрушается, что не сделана профессионально. Пока не нужно мне профессионально. Я сохранила эти картины, когда мне будет нужно, то уже мы сделаем более такую красивую книгу, понимаете. На самом деле мне сейчас нужно больше для работы, для своих трудов, а мне достаточно. Если я захочу более профессиональную книгу, я сделаю там цветными картинами, в общем, на толстой такой бумаге специальной и так далее. Тогда будет как бы профессиональная книга. А пока я хочу вам теперь показать. Да. Итак, благодаря моим зрителям, которые нашли вот этот сайт, где выложены работы современных художников и древние книги, древние, скажем, печати и так далее. Теперь у меня есть еще одна книга джинов Аль-Хазур. Здесь, дорогие друзья, четыре книги. Книга Сатаниеля, книга Джинов Аль-Хазур, Магрибская магия и Печати Соломона. Здесь четыре книги. Здесь не может быть никакой книги, которую у какой-то там бабушки нашли, тем более с изображением Антона Лавея. Вы хотя бы откройте, хотя бы немного изучите, хотя бы немного там, понимаете, вранье это не то, чем можно продвигаться вперед. Если бы так надо было, я бы вообще такие вещи там сочинила, но я никогда не любила это, не люблю, и у лжи, знаете, нет энергии. У лжи энергия очень разрушительная, пустая. Теперь показываю вам ту книгу, которую мы составили из тех изображений, которые есть, которые нашли наши зрители. Давайте вот так сделаем. от бабушки настоящей ведьмы, посмотрите, какие книги. А эти книги несколько книг, совершенно здравствуйте, совершенно разные книги древних и новых авторов, которые, скажем так, облагорожены, нарисованы, написаны, улучшены современными художниками. Но заклинания древние, дорогие друзья, заклинания древние, давайте посмотрим вот эту книгу джинов. Значит, показываю вам. Это для проклятия человека, для внедрения в его внутренний мир. Это джины преисподние. Здесь есть печати и на фарси написано, и на арабском написано, по-разному, понимаете? Значит, пожалуйста, вот так вот печати. Это удары судьбы, получаемые сверху и так далее. Это из книги Сатаниэля с тайнами, значит, тайнопись магии называется. Это Лилит, матерь джинов, которые приносили в жертву. Да, девушек. Далее. Это сила любви. Здесь, как видите, здесь есть на хинди, это хинди, пакистанские там заговоры, хинди, это не арабские, это уже не книга джинов, это книга других мастеров, других. Но изображение всё сделано современными художниками. Дальше смотрим. Та же самая Лилит, страсть. Надо разобраться. Некоторые я знаю назад, но некоторые не берусь говорить заранее. Да и вообще не стоит простым людям это знать. Теперь дальше смотрим. Это не Яна оформила. Яна оформила вот книгу, она распечатала красиво, там аккуратно разложила. Когда мне будет нужно более такая сильная книга, имею в виду вся красочная, я, конечно, сделаю там не чёрно-белая, а разноцветная. Но пока что мне этого достаточно для того, чтобы как бы это всё изучить. Нет, здесь есть хинди, здесь не всё арабское, здесь и хинди, здесь есть санскрити, здесь есть тайнопись, здесь есть языки умершие, которые мы не знаем уже. Понимаете, это не зря же закрытый клуб, откуда как-то наша пахлава туда проникла, их вынесла оттуда. Это джины, вызывающие в доме раздор, ссоры и так далее. Понимаете? Дальше. Просто каждый не объяснять, а вот посмотрите, пожалуйста. Книга Аль-Хазур. Здесь в основном книга Аль-Хазур. Основное, что вы видите, это из книги Аль-Хазур. Да, хинди это индийский, язык индусов. На хиндии разговаривают пакистанцы в том числе. Пакистанцы, индусы один и тот же народ. Просто пакистанцы мусульмане, а индусы остались верны своим богам. Во время правления великих моголов многие индусы приняли ислам, потому что великие моголы были мусульмане. Но как вы понимаете, дорогие друзья, это все-таки изображение вот это разукрашенное, да, здесь написаны знаки, там здесь написаны заклинания, здесь написаны печати, но основное вот оформление это современные художники, не только шах-бабур, там много было, и там Джихангир шах был, Шаруэ был, много. Именно великий могол, во времена великих моголов часть индусов приняла ислам, часть индусов осталась на древнем богам, а потом разделились на Пакистан и Индию, понимаете, и вот начали жрать друг друга, но они один и тот же народ, и скажем, алфавит тот же, язык тот же, просто разные религии, вот и все. здесь путаницы, это шабаш ведьм, но и как бы сила ведьм, которые они берут из мира джинов, джинны женском обличии, мужском обличии, джинны, которые приходили в обличие зверей, животных и так далее. Это уже из книги Сатаниэля, потому что здесь изображение тайнопись, здесь печать Сатаниэла, это больше уже идет похоже на антипод христианства, но не джинны. Это уже джинны, видите, видите разницу вот в буквах даже, в буквах даже разница. Дальше. Правящая страстью, это великие демоницы, девалицы. Да, Ян, показываю. Так, это шумерские письмена, это шумерские изображения, надо в них во всем разобраться, здесь очень много информации. Эта книга называется Книга Чудовищ, но Книга Чудовищ, здесь несколько всего лишь изображений, к сожалению, больше нету. Вот все, что нашли, это из Книги Чудовищ, это не относится к книгам джиннов. Ну, я говорю еще раз, все воедино собрано. Это у нас значит, потому что мой народ тоже восточный народ, восточного происхождения. Естественно, многие восточные притчи, многие восточные поверья, знания, все отразилось культуре армян. Даже то, что джинны ходят, как мусульманки, одетые в хиджаб и так далее, то есть, если красивые женщины ночью начинают идти за тобой в мусульманском обличье, это джинны. И боялись, если вдруг видели такие изображения, они были очень красивые, но они опасны. То есть, понимаете, даже в нашей культуре это отразилось. Я почему люблю вообще работать с джиннами, потому что они сразу это понимают, сразу чувствуют, сразу слышат. Это не бесы, дорогие друзья, как некоторые тупые, абсолютно безграмотные существа говорят. Ну, вот как бесы, да, вот такие же джинны. Нет, бесами сделало христианство всех духов, домовые, там, болотные и прочее, прочее. Христианство вне закона объявило языческие силы, назвав их бесами. Джинны – это особая каста духов, они женятся, они между собой, значит, ссорятся, они разных национальностей, разных религий, они умирают, превращаются в другие сферы, они стареют. Это особая каста существ, которая была создана до человека. Когда человек был создан, джинны обиделись, что они не хотят поклоняться человеку и ушли в леса. Очень часто, очень много есть разов, особенно за Кавказом, Кавказом, когда люди ночью, например, выходили и слышали там звук зурны, приходили, садились за стол, пировали, кушали, танцевали, и они удивлялись людям, которые были различных там одеяниях, все такое. А утром все исчезало, и они оказывались в лесу. Приходили домой, рассказывали, что они всю ночь пировали и гуляли. И говорили, это джинны вас пригласили на свадьбу. Понимаете, если вы хотите узнать про джиннов, откройте все мои лекции. Джинны, это хранители Востока, это духи Востока, и они не принадлежат никакой религии. Они просто духи Востока, к которым можно обращаться любому человеку. Я подробно рассказывала, какие они и что такое, поэтому я не хочу сейчас по новой говорить. Я пока вас знакомлю с этой книгой, частично книга Аль-Хазур. А дальше уже опять же идет хинди, опять идет хинди. Пожалуйста, хинди, понимаете? Сейчас я вам просто покажу даже, сейчас найду буквы хинди, если выйдет, чтобы вы сравнили. Вот, дорогие друзья, вот хинди, видите? Вот это буквы хинди, и вот здесь хинди. То есть это говорит о том, что это больше санскрите, это не относится к книгам джинов. То есть когда человек говорит, что это бабушкино, вот это вот, извиняйте, пердит, это взято из абсолютно различных книг. Это хинди. Вот видите? Вот буквы. Посмотрели? А теперь сравните буквы. Вот хинди. Ещё раз показываю. Теперь арабские буквы покажу. Просто для неграмотных людей, конечно, можно там за дураков считать, вот это то, вот это всё книга джинов, от бабушки доставка. Но люди, которые знают, грамотные, они, конечно, сразу видят подвох. Вот, а это арабские буквы. Совершенно арабские буквы. Понимаете? Вот. Дальше показываю. Да, давайте не будем листать так быстро. Заклинание. Видите? Остановить чудовище. Заклинание. Вызов и остановить чудовище. Это их знаки. Это их печати, которые нужно рисовать. Опять же хинди. Вот. Здесь уже персидские буквы идут. Смотрите сюда. Это уже персидские буквы. Это фарси. Показываю вам персидские буквы. Смотрите. Фарси. Ну, с таким полиглотом, как я, извините меня, ну, состязаться и хотеть победить, конечно, смешно. Теперь вам показываю буквы фарси. Д. Фарси. Буквы. Здесь несколько, совершенно разные, абсолютно разные культуры. О чем вообще речь? Погоди. А это фарси. Вот это. Видите? Нет, это скорее... Подождите. Да, фарси. Арабские. Есть несколько различных. На арабском пишут и перемешку. Есть и фарси. Именно фарси. вот алфавит фарси. Сейчас открою вам. Да откройся. Да что ж такое? Вот. Вот это уже фарси. Видите? Вот здесь фарси. Уже вместе там. Это алфавит фарси напоминает больше. Это не только арабские буквы, не только про джинов именно в арабской мифологии. Понимаете? Ну, просто показать людям, конечно, неграмотные люди, не знающие, скажут, ой, да, джинов, вот от бабушки. Но когда лавэй, извините, меня еще раз показывают для особо слепых. Когда, погодите, когда, ну, лавэй, вот здесь изображен книги Сатаниэля, говорит, что это вот книга джинов от бабушки досталась, это, конечно, смешно. Вот, лавэй, еще раз показываю его. Нате, видели его? Вот он. Какой книга джинов там, извините меня. Еще раз говорю, здесь много, сборище, сборник, нескольких книг, и книга джинов Алхазур тоже есть. Это зеркальная магия, смотрите, видите? И она оформлена современными художниками, не надо трындеть. Это современные художники оформляли, видно. Даже некоторые из этих изображенных джинов похожи просто, знаете, на наших современных звезд, этих актрис. Зеркальная магия, смотрите, покорение зеркал, печать зеркальной магии. И ведь прелесть таких книг в том состоит, что не обязательно даже понимать, о чем здесь речь. Почему они изобразили, почему они вот так вот красочно показали? Это для того, чтобы они понимают любой облик. У нас тут сейчас взлеты разрешили, Шереметьево, реально, и постоянно летят самолеты. Добрый вечер. Теперь послушайте меня, дорогие друзья. Современные иллюстрации к этим книгам придуманы для того, чтобы человек, который не понимает эти языки, мог все равно с ними работать. Вот, например, написать эти все буквы и вызвать зеркального джина своими словами. То есть домыслить, доделать, так говорить самому, но вызвать, суметь вызвать благодаря вот этим. Это защиты от него и вызов. Понимаете? То есть даже не зная, не произнося, наносить это и можно его вызвать. Вот о чем речь. Вот почему эти иллюстрации, чтобы человек, не зная язык, сразу понял, о чем речь. Про что здесь сказано? Заклинание, видите, чудовище. Дальше смотрим. Смотрите далее. Лилит. Это скованная, нет, прикованная женщина, страсть, ее страсть. Это кто есть? Это джин, который удерживает эту страсть. Так вот, взять фотографии мужчины, нарисовать эти печати и вызвать ее и соединить с другим мужчиной. Понимаете? Не понимая, даже не зная, о чем тут речь, можно работать, если тебе разрешено. Простому человеку, конечно, подходить к этому вообще нельзя. Но, если ты можешь, знаешь, если ты не боишься, если у тебя есть опыт, ты можешь эти все изображения, для того, чтобы понять, о чем речь и про что здесь сказано, понимаете? Вот эти изображения современных художников было из иллюстрации. Вот это вообще не имеет никакого отношения к книге джиннов. Это печать Соломона. Это как раз из книги Соломона. Смотрите, вот звезда Соломона, его печать, печать покорения джинов. Посмотрите, все эти вот знаки, они не просто так выведены. Дальше. вот воины для победы, для войны. Еще раз объясняю, вот печать Соломона, покорение джинов, успокоение джинов и направление туда, куда тебе надо, даже не зная языка. Если ты профессионал, ты можешь с ними работать. Дальше. Всевидящее око изображается. изображается. И здесь опять же тайнопись, тайнопись, перемешанная с арабскими. Порабощение человека, порабощение. Видите, вот изображение, пока порабощение, их повесили, их сковали. Порабощение человека через заклинание. Вот это заклинание переписать, сделать и своими словами поработить человека. Понимаете? Дальше. Смотрите. Круг. В кругу изображены все знаки. Это шумерские, это древний шумерский, больше похоже, чем какой-либо вообще, или тайнопись какой-то магии, о котором вообще мы не знаем. Так вот, смотрите, вызывает чудовище в жизни, вызывает, то есть покорение чудовище направление туда, куда тебе нужно. Да, на долларе точно так же всевидящий око изображено, масонский знак. Деволицы, страсть деволиц, пожалуйста, полумесяц, страсть, ночная богиня, богиня кошмаров, может быть, даже гекката изображена. Это собака надоело выйти. Смотрите, направляет, она направляет, видите, меч лежит, она направляет их руки, куда ей надо. Вот, написать это все, написать на фотографии, своими заклинаниями направить человека туда, куда тебе надо. Сделай для меня вот это. Понимаете? Вот о чем речь. То есть эти иллюстрации созданы для того, чтобы те, которые хотят работать этими книгами, они не ходили заканчивать курсы там по арабскому языку, а просто поняли смысл и использовали эти заклинания, но еще раз вам говорю, простому человеку, дорогие друзья, взять, сделать нельзя. Это должен делать профессионал. Тогда профессионалу можно изображение эти изобразить, просто вывести, нарисовать, потому что арабская магия, вообще восточная магия, не хочу говорить исламской магии, потому что исламской магии не существует. Это не исламская магия, это доисламская, это древняя магия. Так вот, восточная магия, она в основном его называет куфор, армяне называют тухтугирь, письмена, то есть их в основном выводят, пишут. Многие мусульмане могут сказать, что они, если находили дома куфор, то есть проклятие, это было обязательно написано на каких-то бумагах, под постель ложили, чтобы много лет муж с женой не спали и так далее. Понимаете, под дверь, под ворота, они находили куфор, это были обязательно письмена, нарисованные знаки. И те колдуны, которые этим работали, вы не думайте, что они все знают, они знают, что там обозначает, что сказано. Нет. Им сказали, что это куфор, вот это проклятие, это на деньги. Они даже понятия не имеют. Я знала одного человека, он был Мула из Дагестана. Мула, к нему приходили делать, колдовством заниматься, но он это и не скрывал, собственно говоря, не буду сейчас называть. Так вот, он говорил, что он не знает никакой язык, ничего, просто от деда ему досталась книга, в котором было сказано, что это вот, значит, для денег, это для этого. Приходил человек, знаете, значит, что за Орегина здесь не поняла. Приходил человек и говорил, вот хочу вот продать недвижимость. Вот он там говорил, принесите платок такой-то, такой-то, на платке. он чернилами рисовал, там, выводил эти буквы, потом этот платок говорил, носите с собой этот платок, вытирайтесь, когда пойдете там или продавать, или покупать, или там дадите, значит, объявление, и ваш дом продастся. И за короткое время продавался. Этот человек понятия не имел, что эти слова означают, и не всегда нужно это знать, если хотите знать. Это не обязательно, но с этим надо уметь работать. Понимаете, о чем речь? Дальше пойдемте. Это запутать, это запутать дороги, закрыть дороги. Вот если этот знак колдуну взять, вывести, нарисовать на какой-нибудь дощечке, например, на камне, и подбросить в дом человека, у него запутаются все дороги, все закроется. Понимаете? Вот о чем речь. Вот почему здесь веревка изображается, что этот знак запутать, все. Дальше. Дающая силу, дающая силу идти вперед и победить. Вот. Толкающий человека. Страсть. Всеоблемлющая страсть. Страсть, которая человек ведет в темноту, во тьму, когда человек не понимает, куда идет, куда шагнет, что с ним станет, не понимает этого. Понимаете? Дальше. Знаки. Что? Загубленные жизни, женская страсть. Это, скорее всего, порабощение, приворот. Почему? Потому что, смотрите, женщина, которая сожрала уже одного, и голова вон там висит, истекается кровь. Понимаете? Вот, женщина сожрала уже одного и следующего собирается. Так вот, знаки, порабощающие мужчину. Дальше. Это, как правило, многорукий джинн со многими глазами, со многими там изображается, как чудовище, щупальце и так далее. Это тот, который приходит на защиту колдунов. Он, как правило, успевает везде им помочь. Женская страсть. Опять женская страсть. Смотрите, ее волосы, как змеи, которые обвивают. Понимаете? Женская страсть. Описывается здесь женская страсть. Почему? Потому что вот эти знаки порабощения мужчин, как правило, это уже знакомые знаки. Страсть, она обвивает, его закрывает. Вы никогда не слышали? Это нужно знать восточную литературу. Это нужно знать восточные песнопения, когда там сказано твои волосы, как змеи, меня обвивают, или твои волосы, как капкан для моей души. Слышали, когда это все приходит оттуда. Понимаете? Вот она, женская страсть, обвивает мужчину, привлекает к себе. Вот ходит мужчину, знающий человек, берет, изображает, пишет и порабощает его сердце. Дальше. Это, как правило, скажем так, сила, власть. И здесь ни мужчина, ни женщина. Изображается вроде грудь женская, а лицо мужское. Понимаете? здесь страсть к правлению, здесь честолюбие, то есть желание добиться победы и успехов, и она не имеет пола, и она не имеет, скажем, возраста и так далее, и так далее. Посмотрите, и вроде лицо мужчины, а грудь женская. То есть это то, что не имеет абсолютно никакого отношения к полу человека. Человек хочет добиться власти, женщина или мужчина, без разницы. Полное порабощение человека, подчинение его, смотрите, полностью, вот асимметрия, начиная от мозга и мозга его позвонка, то есть все мозговые центры, которые есть у человека, покорение человека полностью. Вот они, знаки, вот они, печати. Понимаете, Джинов? Дальше пойдем. Любовь мужчины, страсть мужчины, которая его окутала, превратила в чудовище. Он не знает, как с этим быть, как поработить ее, как починить, как забрать себе. Любовь, в конце концов. Вот изображения, которые делались, оставляли на пороге женщины и так далее, привлекали к мужчине. Понимаете? Дальше. Остановить чудовище, остановить войну, остановить опасность. Вот она опасность, зубастая такая, страшная, как спрут из моря. Опасность остановить. Каким образом? Вот что говорит колдуну. Вот как подсказывает колдуну. Смотрите. Вот, значит, знак. Вот знаки, оставляющие опасность на твоем пути. Вот это рисовать, с собой носить, это рисовать, сделать. Дорогие друзья, восточная магия, она оставляет огромное поле для фантаза человека, для его желаний. Он может на себе нарисовать, он может на изображение нарисовать, он может на поясе нарисовать, он может там кожаный какой-то что-то нарисовать, а жеребо передать, чтобы носили. Понимаете? Здесь нет однозначно чего-то. Если магия равнинная, то есть это заговор, вот заговор начитал и вышел человек, здесь совсем по-другому, немножко другая магия. Понимаете? Абсолютно другая магия. То есть здесь можно это дать как защиту человеку, можно на человеке это изобразить, можно это изобразить на себе, можно это на доме, можно это на дверях изобразить. Вот тебе подсказка, как остановить чудовище, которое идет на тебя, на твою семью. На! Но, естественно, колдунам, не вам. Дальше. Братство, взаимопомощь с темной силой. Видите? Они обнялись друг с другом. Один из них как бы человек, другой из них чудовище. И вот они шагают вместе. Братство с темной силой. Если брататься с темной силой, чтобы попросить о помощи. Но, смотрите, человек держит в руках что? Кинжал на всякий случай. Это предупреждение колдуну, что всегда знай, забывай о том, что это опасно. Понимаете? Опасно. Что это опасно и будь на чеку. То есть братство с темной силой возможно, но всегда помня. Помня о том, что они тебе не ровня, что ты очень маленькое существо перед ними. Вот знаки, покоряющие, призывающие темную силу себе в братство. Теперь смотрите. Ученичество. Ведьма постарше и помоложе. Вот она вызывает чудовище из дна морского. Видите? Вызывает чудовище. Стоит и останавливает. То есть вот так вот стоит и контролирует это чудовище. Что хочет сказать здесь книга колдуну? Хочет сказать о том, что если ты хочешь перенять больше навык, больше силы, вот тебе знаки, которые тебе дадут силу более древних ведьм. Изображение, то есть призывы. Потому что я еще раз говорю, что многие книги вот эти, они даже их даже не читают. То есть они расшифровываются даже не даются до конца, потому что многие языки, многие слова уже давно умершие, давно как умершие, как латинь. Умершие языки, умершие слова, их даже нету. Но передавая из уст в уста, колдуны объясняли и говорили, что к чему. И для того, чтобы долго не думать, вот современные художники, авторы, просто знали смысл всего этого изображали, чтобы показать, что можно делать с этими книгами, как с ними работать. Давайте далее посмотрим. Лилит. Лилит, демоница, страсть. Дальше. Вот знаки страсти. Видите? Черно-белые, очень похожи на китайский инь-янь. То есть вот знаки, которые порабощают, которые можно изобразить, нарисовать, на нем колдовать и прочее, прочее. Далее смотрите. Это уже более древняя книга и больше напоминает персидские буквы. Тоже джин. Тоже джин. Изображен джин. Но это джин власти. Потому что смотрите, он властный, он весь такой татуированный, весь со знаками и так далее. Это власть. Понимаете? Это в основном знаки власти, обретение власти. Дальше смотрим. Мудрости, силы, помощи, подсказки из мира джинов. Пожалуйста, буквы, изображения, пожалуйста, знак, который нужно подносить на себе, а потом вызывать и просить. Понимаете? Дальше. Покорение мужского сердца. Смотрите, женщина, которая покоряет мужское сердце, один уже падает, не может, не выдерживает, второй подходит. Ее сила, женская сила. Вот изображение. Луна, видите, везде луна изображена. Богиня луны, темная, темная богиня, темнота. Но знаки, покоряющие мужчину, знаки, чтобы суметь покорить мужчину, вот эта вязь, написанная, вот особая там грамота. Это опять из книги Сатаниэля, мы уже приходим, здесь уже совсем другие изображения, совершенно это из старошумерских, начиная и заканчивая, прочее, прочее. Здесь уже джинны, понимаете, здесь джинны, здесь порабощение человека джиннами, то есть с помощью человека, видите, внедряет в мозг ему, вот, смотрите, идет новый человек ему в мозг, как управлять человеком, управлять, знаки управления человеком, его всевидящее око, джинна, и управление человеком, это навязчивые мысли. Как навести человеку навязчивые мысли? Взять его фотографии, вот это все изобразить фотографии, начать ему говорить, сделай это, сделай то, и так далее, и так далее. Вы понимаете, о чем речь? Меч. Скорее всего, меч Зульфикяр, но здесь немножко по-другому, и это еще меч защиты, и меч карающий, то есть здесь уже, если ты хочешь, чтобы за тебя заступились мир джинов, сообщество темных духов, вот изображение, вот вот эти вот знаки печали и так далее, печати, извиняюсь. Дальше, смотрите, что делать? Защитный круг, защита от нападений, смотрите, химера ночью, видите, кидается, защита от нападений, от постоянных нападений, вот приходит человек к колдуну и говорит, вы знаете, всю ночь, всю ночь на меня нападают, всю ночь душат, что мне делать? вот он берет и вот эти все знаки, значит, пишет на какой-нибудь кожаный, например, там, на коже, на природном материале и отдает ей и говорит, положи под подушку защита от джинов, понимаете, вот она, круг защитный, вот он не может подойти, потому что защита есть. Дальше идем, порабощение мужчины, женщина, которая оседлала джина и летит, порабощение мужчины, вот знаки, знаки нарисованные, написанные, которые нужно ему подкинуть. Дальше смотрите, покорение чудовищ, сила ведьмы, покорение, видите, чудовище, которое катает ее на себе, боится трогать даже, вот знаки, помогающие в этом покорении, страсть демоницы, знаки, которые помогут покорить мужчину, мужское сердце, написать эти знаки, нарисовать эти знаки, зажечь свечу и начать ему внушать то, что ты хочешь. Но еще раз говорю, естественно, профессионалам, потому что вам это нельзя, понимаете, восточная магия, она в основном строится на, как вам сказать, то есть на своей фантазии, на своих знаниях, понимаете, на интерпретацию всего, то есть здесь не обязательно, чтобы ты знал этот язык, что здесь написано, тебе дали знаки, тебе дали буквы, нарисуй на его фотографии, поставь свечу и начинай просить, и начинай призывать его, и он тебя послушается, понимаете. Дальше. Смотрите, порабощение женщины, здесь уже порабощение женщины, здесь поколение, если здесь порабощение мужчины, страсть, демониция видно, демонстративно, здесь порабощение женщины, вот ее связали, вот знаки, которые свяжут женщину, оно же понятно и видно, даже дураку, понимаете. Я очень сомневаюсь, что они, которые вот это все показали, изобразили там якобы вот от бабушки, я очень сомневаюсь, что они вообще поняли, даже о чем речь здесь. Просто увидели красивые картины, и начали народ, блин, дурить. Вон, гляньте, там от бабушки досталось. Женщины порабощение. Дальше смотрите. Подношение, жертвоприношение своих врагов. Вот видите, знаки, знаки, древние знаки, знаки, напоминающие какой-то вымерший язык, которого сейчас нет. Вот изображение знаков, наказание своих врагов. Свеча, как намек того, что зажечь свечу и изобразить эти знаки на своем враге, принести его в жертву. То есть в этих знаках, в этих буквах сказано о том, что ты приносишь в жертву. Вот он ждет. Ждет тело, которое сейчас кинут ему. Дальше. Посмотрите, сила ведьмы, покорение чудовища. Это сила ведьмы. Боишься чего-то, переживаешь, пожалуйста, начертить, попросить, вызвать определенную силу. И чем больше ты знаешь, чем с большим, как бы, призываешь, тем еще больше оно работает. Смотрим далее. Это уже книга преисподней называется. Вот все древние изображения, знаки, скажем, и прочее, прочее. Вот печати покорения сил джинов. Видите, джин, который висит вниз, то есть он упал. Покорение его. Сделать так, чтобы он тебя не трогал. Вот он, знак с буквами, и он вниз падает. То есть это его покорение. Остановите его. Каким образом остановите? Вот таким образом. Пойдемте далее. Это уже более древние. Это уже из книги и чудовища вообще-то. Потому что вот изображение, здесь пентаграмма, гексаграмма. Это еще называется тетраграмматон, что есть самое древнее имя Бога. И его еще называют неизреченный имя, тетраграмматон, потому что никто не изрекал. Оно само пришло из хаоса. Понимаете? Пойдемте далее. От ночных кошмаров, от ночных страхов, пожалуйста, вот они, страхи. Смотрите, которые стоят и как бы воют, понимаете, в тишину. От ночных страхов вот изображение. Вот я думаю, что вот этого достаточно изобразить и носить с собой или отдать ребенку, чтобы ребенок успокоился и не боялся. От ночных кошмаров это. Дальше. Демоница лилит. Опять лилит. Это уже кабала, это уже еврейская магия, это уже более древние шумерские знаки. Лилит, которая покорительница сердец. Пожалуйста, ее знак. Пожалуйста, ее заговор, заклинание, которое мы даже не поймем, о чем вообще, понимаете? О чем здесь сказано? Но достаточно это изобразить, и оно будет работать. Пойдемте далее. Мудрость, джин мудрости и дающие загадки, угадывающие, показывающие тебе направление. Смотрите, здесь стоит, значит, город, город восточного типа, дорога, тропа, и он стоит, загадывает загадки. Он тебя может пустить, вот он может отодвинуться в сторону, и ты пойдешь по этой тропе туда, где хочешь. Мечта, дорогой город, красивый город, богатый город. Но перед тем, как идти, нужно тебе угадать, что он хочет от тебя. И только тогда он отодвинется и пройдет. Как покорить его? Это джин, дающий знания. Знания, вот его знаки. Хочешь узнать, как выпутаться из ситуации? Вот знаки, нарисуй, попроси отдать человеку. Через некоторое время человек из этой ситуации выпутается, потому что джин отодвинется и даст дорогу ему в город, в его мечту, куда он хочет. Понимаете? Пойдемте далее. Это у нас подземные джинны называется, или джинны темного, темных сфер. Они, как правило, изображаются таким образом, рогатые и прочее. Здесь перемешку опять фарси, перемешку опять древние изображения, древние языки, которых, может быть, и не было. Понимаете? То есть уже нету. Здесь покорение животных инстинктов человека. Покорение животных инстинктов. Как покорить? Смотрите, женщина, которая закрыта, то есть она боится животного инстинкта, животного поведения. Может быть, от агрессии мужа, может, от агрессии родственника. Видите? Ее связали, и ее просто съедают. То есть вот это, клюют ее, понимаете? Съедают. От преследования, от животных страстей человека, от его первобытного, животного, вот этого желания кого-то клюнуть и съедать. Понимаете? Дальше. Вот знаки, изображение. Носить с собой, как защиту от подобных личностей. Древо жизни. Джинь, помогающий родить ребенка, дающий потомство. Пожалуйста. Древо жизни. Видите? Продолжение. Древо идет по всем направлениям. Тот, который влияет на разум человека, разум человека, сила, влияющая на разум человека, попросить изобразить, опять же, над головой, например, изобразить. Или, например, изобразить и дать жене, чтобы она это изображение как-нибудь подложила ему под подушку, чтобы он то есть не видел, не знал, но он начнет уважать ее и он начнет слушать ее, потому что она будет влиять на его разум через вот эту печать данной колдуном. Понимаете? Пойдемте далее. Опять гексаграмматон, опять звезда Давида. Это здесь повторение, я уже рассказывала. Джинны, которые идут за тебя в бой, в войну. Смотрите, они готовы идти, они летят тебе на помощь. помощь джиннов. Вот их, значит, вот вывести, вот эти вот буквы, скорее всего, вот этот текст и попросить через этот текст помощи. Они узнают эти слова, узнают и прилетят. Дальше смотрим. Покорение чудовища, да, это мы уже видели, это повтор. Здесь много, очень много, дорогие друзья, здесь больше древнеакадские шумерские знаки, здесь женская суть, которая непокорима и она должна выстоять. Здесь хинди, здесь много чего. Это я подозреваю, что это книга хаоса. Ну, скорее всего, это книга хаоса. И это тоже показывала, кажется, да, это покорение. Далее, страсть. Страсть, всеобъемлющая страсть, но в то же самое время, вот непокоримая страсть, как быть, что вот, смотрите, ангел смерти, до такой степени, что смертельная страсть может охватить человека. Вот они, знаки смертельной страсти. Это суть женщины, древо женщины. Женщина, которая хочет остаться в семье, не хочет развода, не хочет уйти. Вот она, видите, вцепилась в древо женщины. Спасение семьи, скорее всего. Спасение семьи от свечения любовниц, потому что женщина вцепилась, она в свои корни, она не желает уйти. Здесь власть, в основном, рука, изображающая полет, это власть, это знаки власти. Вот он, еще один знак власти, знак покорения, знак власти, стремительности, видите, стремительные вот эти знаки, которые показывают вех, подъем человека, царственность и так далее, и так далее. Любой из этих знаков есть власть. Со мной еще состязаться решили какие-то чумошницы. Агрессия, власть, то же самое. Знак Юпитера, это знак Юпитера, который один из самых сильных планет. Смотрите, как его изображают все время. Я объясню, почему это знак Юпитера. Он идет и бьет эти планеты, изображенные здесь. Видите, он сильнее других. Смотрите, он сильнее других, он бьет эти планеты. знак Юпитера, знак власти. Вот. Дальше. Это умение нести груз, груз, который больше тебя. То есть, это для того, чтобы суметь выйти из тяжелой ситуации, выплывать, вырулить и так далее. То же самое изображение, знаки. Женская власть в семье. Пожалуйста, вот она останавливает. Вот видите, вот останавливает когтистая рука и меч. Женская власть, ее корни в семье. Как сделать так, чтобы любовница исчезла к черту и матери? Женская власть, вот это, вот это хранить дома, это активизировать, читать. Но это делать ведьме, это делать колдуну, который знает. Дальше, покорение чудовища. Это успокоение мужа, это покорение мужа, это усмирение мужа, подчинение мужчины своей воле. Вот он, чудовище, его внутреннее чудовище, злость его, внутренняя агрессия, животное, вот его природа, которую нужно покорить и подчинить женщине. Это более древние знаки, мы уже это показывали, это женская страсть. Мудрость, корни, знания, иметь знания и власть, силу власти над людьми. Сила женщины, ее здоровье. Это в основном так изображается здоровье, здесь отмечается каждый орган, который важен для женщины, для того, чтобы где-то рожденный процесс и так далее. Видите, корни дерева, корни солнца и ее суть женщины, полностью ее суть. Дальше. Порабощение женского сердца. Смотрите, что-то тут показано. Чудовище, которое влюбилось в женщину, влюбилось и не знает, что делать. И ведьма, которая покоряет с помощью джинов, с помощью темной силы, вот она, темная сила, видите, сидит здесь. И женщина, которая покорила ее, видите, эта женщина покорно, на цепи идет, покорно идет к нему. То есть, это покорение женского сердца. Вот влюбился, влюбилось чудовище, что ему делать? И он, вот она, ведьма, которая дает силу, вот она, заклинание, покоряющее женское сердце. И она покорно идет за ним, по ниточке. Кто сказал, что только женщины заказывают приворот, мужчины заказывают еще больше. Женская суть. И здесь изображена женщина не молодая, уже некрасивая. Это джин, понимаете? женщина, джин, то есть гуль, она не молодая, не красивая. О чем сказано в этой книге? Что женщина старше по возрасту, женщина уже не первой свежей, женщина уже семейная с детьми. Как ей найти, как покорить мужчину? Вот знак женщины зрелого возраста, чтобы он видел в ней нечто прекрасное. То есть, влюбить в себя женщине постарше. Это же не просто так изображается женщина не первой свежести. То есть, женщина более зрелая, которая уже понимает, что красотой не возьмет. Как взять колдовство? Дальше смотрим. Знаки чудовищ, покорение чудовищ. Мы это уже видели, это немножко повтор. Человек, который находится в тупике, вот он его держит в руках. Покорение человека через джина. Вот знак. Вот знаки. Покорение человека через джина. Нарисовать эти знаки на его изображении. Попросить, покорить для себя. Закрыть и диктовать ему свою волю. Это не обязательно, чтобы мужчин, то есть, любовь была или там приворот. Это можно и с начальником делать. Занай эти знаки, можно работать с людьми, можно делать все, что угодно, если тебе это дано. Понимаете? Если тебе это дано, просто взять и делать, конечно, мощь и сила, поэтому и с ума сходят эти дураки. С ума сходят и все время говорят, мы же живые. А я всегда говорю, есть живые, которые завидуют мертвым. Если вы живые, это не значит, что вы выиграли битву. Вы живые, просто бомжи, бичи тоже живые, понимаете? Не поняла, что вы написали, Алла? Вы о чем? Знак покорения женщины, то есть мужчины, женщиной, женская суть, женская демоница, понимаете? Дальше смотрим. Это уже знаки ангела тьмы или Абадона, сейчас скажу, или Джабраила. В христианстве его называют Гавриил, ангел смерти. Вот он. Этими знаками можно попросить отсрочку. Этими знаками можно попросить милости у Джабраила. Этими знаками можно попросить спасения от смерти. Но это один из самых сильных таких работ, которые вообще допускаются, наверное, самые избранные. Наверное, так и есть. Далее. Обман. Две головы, две маски, понимаете? Лицо. Внутри чудовища, на самом деле. Обмануть всех. Выглядеть так, как будто ты невинное существо. Как это сделать? Морок. Вот он, морок. Обмануть. Внутри человека чудовище живет. Ну, а так лицо. Если соединить обычное лицо, двуличие. Сила мужчины, который противостоит женским чарам, который противостоит колдовству от женщин. Смотрите, он замахивается. Вот у него в руках меч. Он замахивается на них. Пытается его покорить. Помощь мужчине, спасение мужчине вот от двух сил, от женских чар, от красоты и от сексуальности ее. Вот. Вот. Здесь красота, здесь сексуальность. Вот таким образом. Скажите, пожалуйста, уважаемый Нигал Сама, вы не сидите в говногруппах? Мне просто интересно. Я очень... Почему-то мне кажется, что я вас видела уже кое-где. Поэтому я сейчас еще раз для себя уточню, чтобы не сделать, то есть не принимать, да, поспешных решений. Если вы там сидите, конечно, я вас нахрен удалю. Если нет, значит, это не вы. Значит, уж извиняйте. Но я все-таки проверю. Хорошо? Вы не против? Потому что у меня очень хорошая зрительная память. Давайте-ка я вас сейчас найду. Все же. я вас, наверное, найду. Скорее всего. А? А теперь посмотрите. Видите, это вы. Вот здесь сидите и пишите. А теперь, что я хочу вам сказать? Чумо подзаборное. Иди на три веселые. Я вас всех помню, всех знаю. Семи дворов. Тебе тут делать нечего. Ты себя увидел? Не, я несправедливо не обижаю людей. Вы говорите, вот она грубиянка, людей обижает, посылает. Нет. Я несправедливо никого не обижаю. Я посмотрела, что ты тварь, и там, и здесь пишешь. Я тебя отсюда выкидываю. Ты свободен. Или свободна, или как ты там, или бесполое существо какое-то. Все? Закончили разговор? Чао. Я все помню, я все знаю. Мне силы все докладывают и показывают. Меня обмануть нереально. Пойдемте дальше. Тварь вонючая. Ходите сюда, сидите здесь, а потом ходите там, пишите мрази. С такой грязной психологией никогда в жизни ничего не добьетесь. Человек должен быть верен своим принципам. Или я здесь, или я не там. Понимаете? Или я тут, или я там. Потому что такого быть не может. Это все равно, как фашисты напали бы в нашу страну, а мы сказали, ну я вроде и не за них, и не за вас. Ну я сам по себе, мне без разницы за кого. Так не бывает. Или вы здесь, твари, или вы там. Все. И любой, кого я поймаю, выкидываю нахер. Вот потом вы скажете, понимаете, что я вот такая плохая, я вас вот ни за что, ни про что обижаю. Вот я посылаю людей, я обижаю людей. Я никогда не посылала, не обижала. Ни один нормальный, достойный человек не скажет, что я даже чем-нибудь его как-то обидела или как-то что-то задела. Я не люблю шакалов. Я их вычисляю и выкидываю. Потом шакалы ходят и, собственно говоря, доказывают мою правоту. Все, давайте. Не будем отвлекаться на вот этих геен вонючих. Далее. Это уже немножко повторение. То есть вы поняли, да, в чем речь? Здесь покорение из мира мертвых. Видите? Это кладбище, это могила, это мусульманское кладбище. Ее здесь связали. То есть через мира мертвых, через силу мертвых покорить человека, покорить сердце человека. Понимаете? Вот. Почему кладбище изображено? Через силу мертвых, через мертвый мир. Далее. Сила ведьмы и ее защита. Вот она круг, в кругу сидеть, защищается от всего, что происходит. Это мы уже смотрели. Опять же, сила демониц, через которых можно творить то, что хочешь. Для того, чтобы покорить мужчину, чтобы он на тебя молился. Смотрите, женщина, которая вышла, женщина, страсть женская, и мужчина, который на коленях, и меч, который рядом лежит. То есть он проиграл ей. Он сидит и молится на нее. О чем это говорит? Как покорить мужчину? Вот они, знаки. Одним словом, дорогие мои, вот эта книга в основном собраны из различных книг, но основное, что здесь есть, это книга Алхазур, книга джинов. Не надо людям врать, что от какой-то бабушки тебе что-то там досталось, потому что ни от какой бабушки тебе не могу достаться изображение Лавея. Не надо людям врать, особенно, когда ты имеешь дело с таким грамотным человеком, как я, врать народу не стоит. Я все равно рано или поздно это увижу, знаю. Не надо, знаете, трогать того, кто тебя съест. Не надо воевать с человеком, если у тебя нет запаса знаний, багажа знаний. То есть, о чем я хочу сказать? Эта книга будет сделана еще лучше и красивее, просто я еще на скорую руку собрала для своей работы, а если я захочу уже в более красивом варианте, естественно, я сделаю уже по-другому. Но спасибо тем ребятам, которые нашли этот сайт, которые мне отправили эти все изображения для того, чтобы мне пригодилось для работы, потому что редкие изображения, редкие вещи, редкие печати. В иллюстрациях современных художников, повторяясь, современных художников, понимаете? Вот от них тоже, видите, есть толк. Они хоть подталкивают нас на более лучшие действия. Так вот, если ты хочешь как-нибудь со мной воевать, ты должна знать больше меня или хотя бы столько, сколько знаю я. Если ты абсолютно ноль в жизни. Я с этими людьми даже о магии говорить не хочу, потому что я считаю, что это слишком серьезно, слишком возвышенная тема, чтобы обсуждать с этими червями, кто они такие. Кто они вообще такие, как их звать? Они ноль по жизни, абсолютно ноль. Понимаете? Сидят, уже третий год снимают некоторые в той же рубашке, сидят, говорят о том, как у них все хорошо. В вещах, в украшениях, подаренных мной, сидят против меня, снимают. Кто они такие, что говорила с ними о магии? Они ноль. Ноль без палки. Никто и звать их никак. Так вот, я не стану оскорблять силу магии и обсуждать с этими тараканами магию. Тут говорить не о чем. Но когда вы говорите о том, что от бабушки вам досталось, прежде чем вот такую хрень нести, прежде чем выставить себя дурой, просто полнейшей, лохой, вы бы потрудились хотя бы, хотя бы поинтересоваться, чего это изображение и с какой книги. Вот это изображение тут же поставила на колено, потому что я бы не поинтересовалась вообще. Я бы просто сказала, ну дайте эти изображения, они интересны, мне вот нравятся, может я ими буду пользоваться. Но когда я это посмотрела, и когда я услышала, что это от бабушки досталось ей, родовая книга джинов, я говорю, твою мать, я не знала, что твоя бабушка знакома с Антоном Лавей. Вот хорошо, что она с ним знакома, может они вместе с сатанистской церковью еще и этот основались вместе с твоей бабушкой. Понимаете, вы все резко ставшие ведьмами двадцатого поколения, сидящие, хавкающие на меня. Кто вы есть вообще? Кто вы есть и как вас зовут? Вы никто и звать вас никак. Вот она. Вы с кем боретесь? Со мной? Да мои знания, знаете, из ваших двадцать поколений не узнают, сколько я знаю. Вы со мной, что ли, боретесь? Вот он, Антон Шандер Лавей. Вот, копия он. Это его изображение из книги с сатаны. С кем ты борешься, милая моя? Вот, вот не надо мне. Короче говоря, лоханулись в очередной раз, точно так же, как и Швак, приехал проверять, купила я дом или нет, вот и лоханулась с этим пианином, все такое. Точно так же и лоханулась ты, уважаемый, или как там тебя в кавычках, Патимат, великая ведьма, которая там книгу Джинов бабушка передала. Угу. Давай, давай, иди. Как говорится, это самое, не мешки, да, ворочать. Иди дальше, какие-нибудь изображения с интернета, скачай и скажи, что это твой дедушка оставил. Ой, вы ноль были, есть и будете, нуль да нуль, сказал Пушкин, и был прав. Всем удачи, дорогие друзья. А книга Алхазур, спасибо, благодарю зрителей, которые мне эти редкие изображения отправили. Пока что я сделала для работы книгу, а потом сделаю как бы для себя, для красоты, может быть. Главное, что эти изображения у меня остались, и на том спасибо. И тебе спасибо, пахлава. Видите, даже от червей есть толк. Если бы ты не трындела народу, а какой-то бабушке и древней книге оставленной тебе великой ведьме, то никто бы не искал их, и никто бы не захотел посмотреть ради интереса. Так вот, зрители мои хотели эту книгу посмотреть, узнать, и мне подарить тоже. И они наткнулись и нашли, нашли эти книги, нашли, собрали эти изображения, и мне отправили. Спасибо тебе, великая пиздоболка. Благодаря тебе у меня есть вот эта вот замечательная книга для работ. Всем удачи и всех благ. Продолжайте дальше меня развлекать, мои ручные клоуны. Я умиляюсь, глядя на ваши вот эти вот потуги, чмошницы. Еще чуть-чуть. Да, и опять же заткнетесь, как и все, и уйдете в никуда. Потому что вы же знаете, что со мной тягаться бесполезно. Это бесполезно, не для ваших мозгов. Как говорится, вы своими ишачьими мозгами хотите умную армянку перехитрить. Ага, сейчас, блин, держите, блин, карман пошире. Да, и не забывайте, что когда армянин родился, еврей горько плакал. Не забывайте об этом. Всем удачи и всех благ. Субтитры сделал DimaTorzok